Мне кажется, что фраза, как поплавали, что она вынута из контекста. У меня не возникло ощущение, что он хотел посмеяться. И то, что девочки замялись и не сразу ответили, во-первых, их перебила женщина. Во-вторых, возможно, они не совсем поняли вопрос или не совсем его соотнесли. Не могли понять, что именно он спрашивает, что он имеет в виду. Потому что до этого речь шла о том, что их МЧС-овцы забрали на лодке. В целом, в подобных ситуациях людям свойственно реагировать определенным образом. Если они пережили какой-то травматический опыт, то позже они возвращаются к нему мысленно, перебирают его в воспоминаниях, разговаривают об этом. Это нужно человеку для того, чтобы справиться с тем, что он пережил. Это помогает уложить этот опыт и встроить его в психику. Так, чтобы он не был разрушительным. В этот период вообще важно то, как об этом говорят и с кем. То есть, с одной стороны, человеку нужно об этом поговорить, но желательно поговорить с кем-то, кто не станет это искусственно драматизировать. Но и не будет преуменьшать степень опасности. То есть, вот такие две крайности, когда говорят, ой, подумаешь, фигня какая. Или когда наоборот говорят, ой, господи, ужас-то какой. Страх, страх, страх. И все, вот такая какая-то ужасная драма. То есть, тут важно сохранить какой-то больше деловой, что ли, подход. Ну, то есть, произошло событие, надо его встроить. Для того, чтобы его встроить, его нужно детализировать, его нужно несколько раз пережить в голове, уложить в какую-то вот... Ну, не схему, но какую-то выстроить вот эту внутреннюю систему, структуру, что ли. И для этого, да, о нем нужно говорить. Но нужно говорить о нем специфическим образом. И желательно все-таки со специалистами. Вот в остальной части записи, например, там слышно, что он выспрашивает... Астахов, я имею в виду. Что Астахов выспрашивает девочек о деталях случившегося. Интересуется о том, как они были экипированы, как они были тренированы, на какие случаи они были тренированы, как они были инструктированы, кто с ними был. И вот там как раз хорошо слышно, что он вычленяет эти проблемные зоны, где люди обмахнулись. Все-таки не слишком хорошая идея посылать с подростками вожатых, которым там 19-20 лет. Конечно, 19-20 лет это взрослые люди, совершеннолетние люди, безусловно. Но все же в этом возрасте не до конца сформированы лобные доли. Поэтому отсутствует вот в той мере там волевой контроль, еще ряд процессов, которые есть у людей более старшего возраста. Как минимум один-два инструктора должны были бы быть после 30-ти. И плюс, да, они не были тренированы. То есть вот то, что он говорит, например, о зажигалке, там его довод, о том, что почему у вас не было зажигалки, почему у вас, ну, учили ли вас... То есть он не спрашивает у них, почему, но он говорит, что странно, что у вас этого не было. Он говорит о том, что учили ли вас, что делать в такой ситуации, учили ли вас, что делать вот в этой ситуации. Нормальные вопросы, на самом деле, он задает не сколько тем девочкам, сколько, ну, с прицелом на то, как это можно исправить. И речь его совершенно не звучит надменно. Или как-то издевательски, или как-то еще так. Я не знаю, честно сказать, как вот эти две девочки могли воспринять его вопрос. Возможно, что они просто замешкались, обдумывая ответ. И вот вмешалась эта женщина со своим комментарием, что спаслись, и слава богу. Сложно судить. Я знаю, что бывают ситуации, когда фраза или несколько слов, выдернутые из контекста, могут быть восприняты как-то совсем не так, как они звучали. Мне не кажется, что он нанес детям какую-то травму, или обиду, или еще что-то такое. Я думаю, что они несколько, ну, с определенной долей опасения, что ли, с ним разговаривали, потому что они понимали, что он статусный, что он взрослый, то, что он там, ну, не знаю, какой-то дядька с большим чином и все прочее. Но с того, что я вот увидела в остальной записи, по-моему, они как-то вполне нормально реагировали. Отвечали на вопросы, рассказывали какие-то детали, подробности. Ну, вот он, на самом деле, он сказал ему, что их опыт важен и ценен, что, в принципе, там, девочка, которая трижды была вот в лагере и спаслась, что она может быть инструктором и так далее. То есть он попытался какую-то вот ценность, что ли, этому событию придать в их глазах, чтобы они поняли, что то, что произошло, это не какой-то кошмарный кошмар. Ну, хотя, конечно, оно, наверное, было весьма неприятно, но что из этого можно извлечь какую-то пользу, и что это ценный опыт, который может пригодиться в дальнейшем. Ну, также, вот, например, он задал вопрос о том, да, где вы учитесь, еще какие-то вещи, не связанные с происшествием. Это тоже, на мой взгляд, хорошо, так как оно позволяет не замыкаться на том, что случилось, а несколько расширить контекст. Дело в том, что когда происходит какое-то травматическое событие, вот первое время, да, человек замыкается именно на том, что произошло, и это нормально. И все усилия психики тратятся на то, чтобы встроить, переработать, переварить. Вот это травматическое событие. Если этого не сделать, оно начинает разрушать. Если же оно устраивается, то оно разрушающим переживанием не становится. А становится просто частью жизненного опыта человека. Зачастую бывает, что и ресурсным становится, и что потом, в дальнейшем, в жизни на такой опыт можно опереться, его использовать, и наличие такого опыта позволяет пережить какие-то достаточно серьезные события, без больших, что ли, потерь. Через какое-то время вот эта вот замкнутость на травматическом событии, она должна быть преодолена. То есть человек потихонечку после происшествия, понятно, что там первые часы у него, голова только этим всем забита, там, может быть, первые дни, но потом постепенно он должен начать выходить за рамки этого события, вспоминать, что у него есть и другие части жизни, что есть какая-то у него и другая деятельность в жизни, ну вот, как, например, у них учебная, что они учатся, что они в школу вообще-то пойдут, что все не замкнулось только вокруг вот этих лодок, там, того, что они мерзли и все остальное. Ну, опять же, вот он их спросил, вместе ли они там, как они, что-то. Это тоже какой-то определенный поиск ресурса. Ну и да, спросил, хорошо ли их кормят, хорошо ли их лечат, не нужно ли им чего. Ну, в принципе, почему нет. Ну, то, что там вот эта женщина, ну, как, драму нагоняет, это определенно. Ну, ее можно понять, она родственник, она там, одна из этих девочек бабушка, но, как я понимаю, она сама травмирована. То есть она сама травмирована происшедшим, и, по идее, ей самой нужна помощь специалиста. И нахождение ее вместе вот с девочками их ретравмирует. То есть когда случается травматическое событие, часть психической энергии, она уходит на то, чтобы это событие переварить. Если человек непосредственный участник события, то вот она уходит на то, чтобы это событие сначала пережить, выжить, а потом, чтобы его как-то уложить. Ну, если человек непосредственным участником не является, ну, у него все равно уходит какая-то часть энергии на переживание, вот как у родственников этих детей, допустим. Их же не сразу вытащили, спасли. То есть это какое-то время продолжалось, и наверняка родственники переживали. Вот эта бабушка, да, она травмирована. У нее часть энергии, ее вот этой психической, я не веду речь там ни о карме, ни о каких-то, не знаю, чакрах или еще о чем-то. Я говорю именно о психических процессах. Так вот, часть ее психических процессов занята перевариванием вот этого события. И когда это происходит, это сопровождается определенным уровнем внутреннего возбуждения. И возбуждение это, оно, ну, такое вот специфическое. И когда человек травмирован, он способен этим возбуждением заражать других. Поэтому таких людей, которые находятся под воздействием травматического переживания, да, вот такого острова еще не усвоено во психикой. Их видно, они в каком-то, находятся в таком специфическом состоянии. Когда с ними взаимодействуешь, вот это ощущается. Вот это напряжение, вот это возбуждение внутреннее, оно ощущается. И в некотором смысле человек способен им заражать. То есть, ну, не как микробами, конечно, а оно передается. И если все вокруг в таком состоянии, то сохранить спокойствие вообще бывает достаточно сложно. Даже если сейчас ничего не угрожает. И если человек, например, специально не обучен иметь с этим дело, то он поддается вот этому ощущению. Бабушка явно там в этом напряжении находится, и она это напряжение сообщает окружающим. Вот это вот ее комментарий, например, на его вопрос, это показатель ее очень высокого внутреннего напряжения по поводу этого события. Потому что она вот эту фразу говорит, да, выжили, слава богу. Но облегчение-то в ней ведь не звучит. В ней вот звучит напряжение такое. То есть там она еще не переварила это для себя.